МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане обсудили чиновники городадминистрации, общественные активисты и местные жители. Открытие пляжного сезона. На официальных пляжах ведутся проверки водоемов. Ну а теперь обо всем подробнее. Накануне в администрации Рязани состоялся круглый стол по вопросу застройки Солочи. Представители муниципалитета, общественные активисты и местные жители обсуждали темы, связанные с изменением в правилах землепользования и застройки Солочи. Целями круглого стола стало обсуждение градостроительных регламентов в рекреационных зонах Солочи. Дело в том, что по решению советского суда Рязани правила землепользования и застройки Солочи частично отменены. Сейчас, как сообщил заместитель начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Михаил Мыльников, ведется работа по проверке целевого использования земельных участков на территории природного парка. А в случае выявления нарушений будут проводиться внеплановые проверки. Начальник управления градостроительства и архитектуры Наталья Хребутова отметила, что решения, которые будут выработаны в рамках заседания круглого стола, будут учтены при разработке проекта генерального плана Рязани. На основании утвержденных изменений в генеральный план в соответствии с нормами законодательства потребовалось внесение изменений в правиле земельных застройки города Рязани. И с учетом генерального плана научным проектным институтом пространственного планирования НКР города Санкт-Петербурга на основании муниципального контракта был подготовлен проект изменений в правиле землепользования застройки в Солочи. Естественно, с учетом функционального позонирования генерального плана были также установлены соответствующие рекреационные зоны. На встрече присутствовали и экологи. Они разработали предложение по ограничению этажности капитального строительства в Солочи. Еще они считают, что надо также уменьшить максимальный коэффициент застройки в зонах санаториев и пансионатов. Что касается градостроительных регламентов, которые распространяются на леса, то Государственный лесной фонд, градостроительные регламенты, они приняты на основании положения лесного кодекса. И, как уже сказала Наталья Вениаминовна, мы обратились к комиссию по землепользованию застройки и предлагаем также изменить градостроительные регламенты в части основных видов, условно разрешенных вспомогательных видов использования городских лесов. О работе по оформлению городских лесов на территории Солочи рассказала заместитель начальника управления благоустройства города Ольга Свинцова. По ее словам, в рамках программы охраны окружающей среды на территории города Рязани с 2013 года ведется работа по формированию земельных участков, занятых городскими лесами. Сейчас из 17-ти оформлено, поставлено на кадастровый учет и принято в муниципальную собственность 14 земельных участков. Остальные находятся в стадии оформления. Апартаменты во всем мире – это гостиница, только номера с кухней, но хозяин один. А когда у каждой квартиры ты свой хозяин, и когда смотришь на строящийся санаторий, понимаешь, ну это жилье, и все архитекторы понимают, говорят, нас убеждают, что это санаторий, я же там не буду на конкретику переходить, как-то это, наверное, неправильно. Что касается, ну поэтому по конкретике какой-то, вот может быть действительно, дальше либо комиссия какая-то, либо это в рамках круглого стола, наши аргументы там будут услышаны. Это будет здорово. Заседания круглого стола будут проводиться регулярно. Стало известно, что в нынешнем году число официальных пляжей на территории региона увеличится, их будет около 30. К ним, конечно, добавятся и неофициальные. На этой неделе мы рассказывали о том, насколько пляж на Ореховом озере готов к летнему сезону, а вот сегодня съемочная группа посетила Барковской карьер. Официальное открытие пляжного сезона в этом году выпадает на 2 июня. Сейчас на всех городских пляжах контролирующими органами ведется активная проверка. Ведь кроме комфортного досуга, рязанцам необходимо обеспечить еще и безопасность. В городе, как всегда, будут работать 4 пляжа. На озере Ореховом, в Солочи и двух Барковских карьерах. Поскольку теплая погода в нашем регионе установилась совсем недавно, работы по оборудованию пляжей сейчас в самом разгаре. Комиссия начала работу с обследования пляжа на Барковском карьере номер 2, где мы сейчас с вами находимся. Работы здесь арендатором пляжа проводятся по его благоустройству и проведены большие. Но, однако, комиссия сделала ряд замечаний и пришла к единому мнению, что пляж будет готов к эксплуатацию со 2 июня текущего года в соответствии с постановлением администрации города Рязани. До этого времени арендаторам пляжа будут обеспечены все мероприятия и меры по охране жизни людей на водном объекте. А теперь к оперативной информации. Рязанские наркополицейские задержали сбытчиков оптовых партий Спайса. Ими оказались двое граждан Украины и одна жительница России. У них изъяли 3 килограмма запрещенных веществ. Еще в апреле и мае этого года рязанские наркополицейские обезвредили в областном центре ряд курьеров-закладчиков, представляющих один и тот же нелегальный интернет-магазин. В ходе дальнейшей оперативной работы сотрудниками ФСКН удалось выйти на след наркоторговцев, которые занимались снабжением дилерской сети синтетикой и провести их задержание. Получая через тайники партии наркотиков, они дробили их на более мелкие и через тайники опять же передавали розничным реализаторам. Кроме того, они и изготавливали наркотики из так называемого реагента, разбавляли порошок основу в пропорции примерно 1 к 10 и получали конечный продукт. Группа состояла из 30-летнего гражданина Украины, его 28-летней жены россиянки, которые проживали в Рязани несколько лет, а также 28-летнего украинца, присоединившегося к ним в феврале 2015 года. Сообщники наркоторговцы вместе проживали в арендованном доме в железнодорожном районе города. В своей преступной деятельности они использовали три автомобиля, которые находились у них в собственности и поочередно их меняли. В ходе обыска в доме было изъято несколько контейнеров с различными наркотическими средствами массой 3 килограмма 100 граммов. По данной статье преступники могут получить до 20 лет лишения свободы или жизненное заключение. Сообщники группы оптовиков также сейчас задержаны. Сегодня курсанты рязанского филиала Московского университета МВД России, завершившие профессиональную подготовку, приняли присягу. Кстати, на столь важном и торжественном мероприятии присутствовали воспитанники подшефной для рязанской полиции школе-интернат номер один. В рязанском филиале Московского университета МВД России прошел день открытых дверей, приуроченной к Международному дню защиты детей и торжественной церемонии приведения к присяге сотрудников органов внутренних дел. 70 слушателей факультета профессионального и дополнительного профессионального образования дали клятву верности Российской Федерации. Служа России, служу закону. Я прошу, пресекающих в комедии слова на протяжении всей службы и руководства в седине. Только не ухостительное сопротивление всех положений присяг дает сотруднику полиции моральное право на доверие и уважение наших граждан. Я желаю вам стать настоящими защитниками закона и достойными носителями лучших традиций органов внутренних дел. Они уже принимали, как правило, эти ребята после службы в вооруженных силах. Ну а у нас они проходят 6 месяцев обучения в стенах этого учебного заведения. Ну и присягают уже как сотрудник органов внутренних дел. Я родилась в Рязанской области, переехала в Рязань, буду служить в городе Рязань. За церемонии неотрывно следили воспитанники школ-интернатов, специализированных классов школ города, подшефных организаций филиала. После окончания торжественной части для ребят была организована экскурсия по университету. Школьники осмотрели спецтехнику, стоящую на вооружении органов внутренних дел, а затем проследовали в само здание. Там для них уже был организован сытный обед, после которого ребята посмотрели концерт, организованный творческими коллективами филиала совместно с региональным управлением МВД. Продолжил работу обучающий семинар, повышение эффективности работы редакции средств массовой информации. В ходе встречи руководители издания обсудили перспективы развития СМИ, а также поговорили об особенностях деятельности районной прессы и развитии современных методов их работы. В Рязанском доме печати прошла лекция по теме межнациональный вопрос в России. Не секрет, что каждый день огромное количество трудовых мигрантов приезжает в Россию. По данным Федеральной миграционной службы, в России на сегодняшний день проживает около 5 миллионов мигрантов. Отношение к ним полярное, некоторые жители страны воспринимают мигрантов как угрозу, другие же относятся к ним спокойно. Ведь Россия страна многонациональная, однако тема межнациональных отношений является одной из самых острых. Большой разговор о межнациональных отношениях и роли журналистов в освещении этой темы на страницах газет, в эфире телевидения и радио состоялся накануне. Своим опытом работы с редакторами и журналистами региональных средств массовой информации поделился обозреватель газеты «Новые известия» преподаватель МГУ Александр Колесниченко. Тема, ну судя по бурному обсуждению, по реакции аудитории, по расколу при голосованиях, мы повторили опрос, который проводился по заказу общественной палаты, по отношению людей к межнациональной проблематике и как россияне в целом расколоты, так и присутствующие на семинаре, тоже когда голосовали, то по многим вопросам было буквально 50 на 50. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных рязанской полиции Леонид Хапугин. И речь в беседе пойдет о 80-летии службы по делам несовершеннолетних. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40-20-40. 40-20-40. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин